Очень важно помнить о том, что мобильное положение банковское, оно не учитывает наличность. В школе номер два в Синьково прошел урок с участием представителей ЦБ РФ и Министерства экономики и финансов Подмосковья. Эксперт Банка России Александр Крылатых рассказал десятиклассникам о базах управления финансами и об основных финансовых инструментах, которые можно начать использовать уже с самыми малыми суммами денег. Своим творчеством ребята вдохновляют не только других детей, но и учителей, ведь современный формат, игровая подача – это то, что нужно, чтобы заинтересовать целевую аудиторию. И, конечно, мы поддерживаем такие инициативы и на уровне школ, и на городском уровне, ведь именно такие точечные проекты позволяют привить финансовую культуру поведения нашим гражданам. Один из авторов школьного видеоблога Глеб Соколов, ученик 10 класса Синьковской школы, позитивно оценил выступление представителя Банка России и почерпнул несколько идей из его презентации для своего ресурса. Эксперт из Москвы похвалил ролик, снятый ребятами на тему, как управляют финансами основные персонажи в произведении Николая Гоголя «Мертвые души». Ребят, как вас зовут? Соколов Глеб, Панграшов Глеб. Два Глеба, да? А вы как раз авторы вот этого видеоблога. Да. Да, конечно. А расскажите, в чем его изюминка, фишка? Ну, изначально, скажем так, наш преподаватель Агаян попросил нас придумать какую-нибудь интересную идею насчет финансовой грамотности. И вот так, скажем так, за круглым столом появилась такая идея, что создать свой микроблог и просвещать людей нашей финансовой грамотности. Ну, делать это в такой творческой, интересной форме, да? Да, самое самое. Скучные уроки иногда все-таки надоедают. Ну, да, главная, наверное, особенность, это то, что сначала это как бы, я не собирался выходить в такие масштабы, чтобы, наверное, кто-то заинтересовался. Мы делали просто, грубо говоря, локально для тех, кто учится в школе, кто подписан. И в итоге вот как-то все разрослось, начали как-то больше об этом думать, больше стараться прописывать сценарии, изучать роли. И в итоге сейчас вот так все выходит. Представитель Министерства экономики и финансов Московской области Катерина Ведрова провела для учеников пятого класса Синьковской школы интерактивную игру на тему бюджетов различного уровня. После предварительной мини-лекции ребята должны были представить проект своего бюджета. Все команды выбрали личный бюджет, и лучший проект представила Елизавета, чья команда разработала бюджет студента МГУ, который подрабатывает продавцом в магазине, копит деньги и инвестирует их в акции. В рамках фестиваля «Финансовая культура и грамотность в Московской области» мы хотели бы с 1 марта объявить о начале областного конкурса в мире финансов. В конкурсе могут принять участие обучающиеся первых 11 классов, а также учащиеся колледжей. Основные номинации конкурса – рисунки, бюджет глазами ребенка, комиксы, видеоролики и компьютерная игра в мире финансов. Приглашаю всех к активному участию. Всю основную информацию вы можете узнать на сайте Министерства экономики и финансов Московской области. Продолжение следует...